Добрый день! С вами канал VideoNews и мы продолжаем публикацию серии видео об интересном вокруг нас. Сегодня мы расскажем о денежных купюрах самых больших номиналов, которые когда-либо пребывали в денежном обращении в странах мира. Все мы прекрасно знаем, что денежные банкноты пестрят своим разнообразием и в плане дизайна, и яркой гаммы, расцветок, и размерами, и формой, и, конечно же, номиналами. Попробуем составить небольшой список банкнот с самым большим номиналом, которые вошли в историю мировой баннистики. Итак, начнем. Мы открываем наш своеобразный рейтинг денежными банкнотами номинальным достоинством 10, 50 и 100 триллионов зимбабийских долларов. Это, пожалуй, самые крупные по номиналу на данный момент банкноты, которые когда-либо находились в денежном обращении на земном шаре. Дело все в том, что политическое руководство Зимбабве довело свою страну до ручки уже давно, и инфляция в этой стране прогрессировала астрономическими темпами. Все это и заставляло резервный банк этой южноафриканской страны печатать все новые и новые деньги, с каждым месяцем увеличивая номинал банкнот. В настоящее время, после окончательного развала финансовой системы в Зимбабве в 2009 году, национальная денежная единица этой страны перестала существовать. Все межбанковские операции, расчеты за товары и услуги сейчас проводятся в долларах США. Ну а зимбабийский доллар стал достоянием истории, как самая дешевая национальная валюта. Второе место нашего рейтинга по праву занимает банкнота номинальным достоинством 500 миллиардов югославских динар, выпуска 1993 года. В тот период Югославия трещала по швам, почти все ее республики провозгласили независимость, что и привело к конечным итогам гражданской войны на Балканах. А это, естественно, сказалось и на денежно-эмиссионной политике Национального банка Югославии. В свете грянувшей гиперинфляции он с завидной регулярностью стал выпускать все новые и новые купюры со стабильно растущим номиналом. До денежной реформы 1994 года успели выпустить банкноту 500 миллиардов югославских динар. На том и остановились. Третье место занимает банкнота, также имеющая номинал 500 миллиардов. Однако в этом случае речь идет о немецких марках выпуска 1923 года. Поражение в Первой мировой войне, крушение монархии, оккупация фактически половины территории страны, выплата гигантских контрибуций в 20-е годы отправили Германию на мировое экономическое дно, что сказалось на катастрофических темпах инфляции в стране. Да, конечно, экономическое падение было остановлено, после чего провели денежную реформу. Однако 23-й год прошлого века по праву останется в немецкой истории годом выпуска банкноты самого большого номинала 500 миллиардов марок. Далее у нас следует две банкноты балканских стран. 50 миллиардов хорватских динар и 50 миллиардов динар Боснии и Берцеговины, выпуска 1993 года прошлого века. Как уже говорилось выше, в период крушения Югославии о своей независимости объявили несколько бывших республик этого Балканского конгломерата. Однако разгоревшаяся гражданская война практически полностью разрушила экономики этих молодых стран. Гиперинфляция заставила и в Хорватии, и в пылающей в тот момент Боснии и Герцеговине выпускать все новые и новые банкноты с увеличивающимся номиналом. В самый разгар кризиса в 1993 году были выпущены в обращение 50 миллиардов хорватских динар и 50 миллиардов динар Боснии и Герцеговины. Банкнота в 1 миллиард венгерских пенге выпуска 1946 года стала самой большой по номиналу в истории Венгрии. Венгрия, как сателлит фашистской Германии, стала ощущать все тяжести выбранных правительством страны союзников примерно к концу 1944 года, когда пришедшая война окончательно похоронила и без того хлипкую венгерскую экономику. Естественно, вместе с ней была похоронена и денежная система. Новое правительство не смогло сразу обуздать и грянувшую стране гиперинфляцию, что привело к выпуску банкнот с большими номиналами. До реформы и перехода на Форрент венгерский национальный банк все же успел выпустить в обращение банкноту в 1 миллиард пенге. Нашлось место в нашем рейтинге и для России, вернее для банкноты в 1 миллиард рублей выпуска 1918 года. Как и в описанном выше случае с Германией, тогдашняя Россия пережила позор и тяжесть фактического поражения в Первой мировой войне, свержение монархии и Октябрьский переворот. Естественно, что в период гражданской войны об экономическом могуществе страны не могло быть и речи. Все это сказалось и на денежной системе, которая окончательно расстроилась, заставляя Центробанк выпускать банкноты с астрономическими номиналами. Перед денежной реформой в РСФСР и была выпущена наибольшая по номиналу в истории России банкнота в 1 миллиард рублей образца 1918 года прошлого века. Надеемся, что подготовленная нами информация была для вас интересной. Видеоканал VideoNews благодарит за внимание. Смотрите нас на видео и подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал.